привет друзья всем привет на улице тепло и у меня здесь прям дубок такой не дубок жарко колосец сейчас чуть проветру свой кабинетик и начнем я так понимаю что связь более-менее наладилась да я зашел без VPN и в принципе ничто не прерывает нас 20 человек уже подписал просматривает давайте попробуем с вами что-нибудь сварганить давайте кому интересно поработать вы можете попроситься в совместный эфир и мы с вами немножко подышим единственное я вас прошу от вас нужна концентрация для того чтобы у нас с вами все получилось потому что я буду с тобой работать но я буду разговаривать это немножко отвлекает я понимаю но для того чтобы держать аудиторию я буду отвечать на какие-то вопросы поэтому заходи кто-то заходите в эфир в спарриной вдвойной и мы с тобой поработаем это первое второе это можешь в прямом эфире позадавать вопросы и на них по отвечаю в третьих те люди которые там за кадром вы можете дышать вместе с героем вот и все я же из дубай только приехал меня еще морозит что-то тепло оделись это кофточка очень тонкая но я мастер-класс проводил поэтому выходил на улицу немножко потряхивает там было плюс 28 здесь где-то минус 7 я короче казахша сеанс не проведу но вы можете в принципе выйти в эфир вы будете дышать можете казахша говорить я немножко понимаю но вряд ли я смогу что-то добрый вечер как у вас дела я зовут она дана так что-то у нас подвисает интернет алло нормально нормально слышно хорошо ну хорошо с чем хотите поработать дыхательное да упражнение помешать да можете да в Астане я не попала в этот раз в следующий раз хочу прямо попасть ну вот я сейчас приеду уже двадцать первого прилетаю хорошо надо чтобы вы поставили телефон как-то чтобы у вас руки были свободны и просто подышите вдох через нос выдох через рот просто дышим выдох 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 просто дышим я с арбаком да глаза закрываю вдох через нос выдох через рот просто дышим еще вот я буду говорить ты не отвлекайся глаза закрой там кто-то ходит или чё-то нет нет них не ходит это отвлекаешься давай ничего в районе пупка напряжение там до выдох вот свое напряжение выдыхая не знаю чего так сильно зажалось выдох прям из пупка выдыхать вот представь что оттуда что-то выходит еще еще через рот выдох вы можете да тоже делать одновременно дышать вместе данной нано выдыхай вот так а 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 Выдох. Еще. Голова кружится, это хорошо. Дышите глубже. Голова кружится. Голова кружится. Выдох через рот. Голова кружится. 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 Продолжение следует. Дыши глубже, да, да. Выдох через рот. Вот так. Еще вдох глубокий. Вот так. Еще. Еще. Вот так. Еще. Мы тут высвобождаем на блоке. Дышим, дышим. Выдыхай. Глубокий вдох. Еще. Мне нравится выдоха. Даново выдыхай. Глубже вдох. Еще. 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 Вот, вот так хорошо, давай еще, выдохнивайся, еще, все. Давай, обычно сделай. Здравствуйте, Игорь. Недавно подписан. Скажите, пожалуйста, что за техника дыхания? Вообще, эта техника Дана, закрой глаза, дыши. Ты куда постоянно смотришь? У меня бока болит. Напряжи, напряглись. Давай, дыши глубже. Мы так до утра будем дышать, если будешь отключаться сейчас. Дыши глубже, давай. Вот так. Здесь многое завязано на энергетике. Здесь дело не в дыхании. Многие путают с холотропом, со свияшей – это не холотроп. И если вы изучаете там свияши, как-то этот, то холотроп явно – это не изобретение свияши, это придумано совершенно давно. В холотропе немножко по-другому. Там задают темп, и ты дышишь по темпам. То есть, оно вот дышится. А то, что здесь происходит, здесь ты просто делаешь глубокий вдох через нос, выдох через рот, и просто начинаешь дышать. Твои блоки проявляются, оно начинает тихо-тихо выходить. Что вы тручите ее? Это вообще, Руслан… Не умеет. У вас или Т9 хреново работает, Руслан, либо вы что-то хотели другое высказать, выскажитесь по-нормальному. Это первое. Второе, еще я вас немного потерплю, еще пару высказываний какие будут, я вас просто заблочил. Можете просто не заходить и тут не швыряться со своими фразами. По свяжу мне тоже тяжело, я вообще не люблю холоторок на самом деле. Это там немножко по-другому все происходит, и оно может быть даже на верхнем слое выйдет, а в глубине может остаться. Да, на дыши глубже. И из груди вот эта боль выдыхает. Выдыхает. У тебя лезть и ты сама держишь. Почему держишь? Выпускай поплачь чуть. Вот так давай. Ну, хорошо как. Вот так. Взрывай, взрывай. Пусть выходит. Ну, ты чего? Где можно подробнее узнать о дыхании. Вы можете посмотреть мой YouTube-канал, там очень много информации. Я не знаю, вы поймете или нет, потому что я до сих пор не понимаю. Дыши глубже. Да, на дыши. Зачем ты закусываешь? Ну, подыши ты чуть выпусти. Как будет? Напрыгались. Я вам еще раз, Камаленко, я вам повторюсь. Дело не в дыхании, дело в энергетике. В энергетике. Дыши глубже, да, на? Ты не сопротивляйся, зачем ты давишь-то? Выдыхает. Выпускай уже плащ, ты его не сможешь держать. Дыши глубже. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Данна, что происходит в теле, ощущения в теле? Данна, что происходит в теле, ощущения в теле, ощущения в теле. Данна, что происходит в теле, ощущения в теле, ощущения в теле, ощущения в теле, ощущения в теле. Данна, что происходит в теле, ощущения в теле, ощущения в теле. Давай-давай-давай-давай-давай, еще, выпускай. Я сейчас еще сильнее, скорее же, дыши глубже, в голос ревень, давай-давай, в голос ревень, вот так, молодец. Давай-давай-давай, выпускает, не сможет держать это, реви в голос. А-а-а, давай-давай-давай, вот так, молодец, хорошо, давай. Вот так. Выдышай, выдышай. Руки, анимели. Давай-давай, анимели руки, да, знаю. Дыши глубже, исключение видит ревидаш, выплакивай, да, она, сейчас не останавливайся, я тебе прошу. Реви давай. Вот и правая лопатка, болит, давай, выплакивай. Желчка зажата, давай. Да, она, плачь, я тебе сказал. Это характер такой, она привыкла глотать, потому что в детстве, когда на нее кричали, она... И потом, это, знаете, на ребенка нарешь или побьешь его, а потом говоришь, ну-ка, не реви, не реви. И он заглатывает, это внутрь пихает. Да, она, плачь, давай, я тебе сказал. А-а-а, давай еще. Вот так, моя хорошая, давай. Еще. Еще. До сих пор, она ни подруги не веет. Да, она, не думай сейчас, дыши, я вижу. Я понимаю, что происходит, плачь, я тебе сказал. Меньше думай, плачь. В голод реви. Меньше думай, плачь. Плачь. Ну пускай. Да, на реви я тебе сказал. Плачь. А-а-а. Давай, выдох. Вот так. А-а-а. Вот так, еще. А-а-а. 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 А-а. А-а-а. Дана, выпускай, я тебе сказал. Сургун опиш! Сургун опиш! Вы плакиваете, говорю! Закрои! Рапши! Атликали! Атликли! Атликли! Вы пускаете, говорю, Дана! Не могу уже! Все! Не хочу! Дана, это не хочу называется! Вы плакиваете, я сказал! Слезы не могу! Дыши! Выпускай! Выпускай! Дана! Вдох дай! Давай еще! А-а-а-а! Вот так! Еще! Вдох! 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 Чуть-чуть осталось, сейчас отпустим. Вот так давай сюда, вот так. Руки отпустила? Нет. Зашли голову туда. Зашли голову туда. Зашли голову. Зашли голову туда. Дана, как дела? Хорошо. Что происходит в теле? В теле что я тебе спрашиваю? Дорожит. Дорожит. Вообще у тебя когда-нибудь бывает, что ты важная? Ты почему важнее тебя всегда кто-то есть? Дана? Тебе постоянно перед кем-то неудобно. Плачь, я тебе говорю. Ты сейчас свои вопросы решаешь. Реши их уже пока возможности. Субтитры сделал DimaTorzok Дана, 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 где ты? Дана, еще раз выйди, пожалуйста, в эфир. Ты где? Да. Игорь, добрый вечер. Как вы отдохнули? Я хорошо отдохнул. Даже больше, чем надо было, наверное. Она из сети выбилась. И я думаю, что ей надо будет проявиться, где-то закрыться. Это человек, который привык просто, что кто-то важнее всегда его. Даже когда она занимается собой, она... Ей неудобно все. Ну, сеанс в любом случае, то, что мы наковыряли, она будет... В любом случае, есть польза. И она это удержать уже не сможет. И думаю, что она ее посетит либо тренировок, либо... Осель, да ну-ка, кто это... Посмотрите. Я не знаю, сколько прямого эфира осталось сейчас. Ну, возможно, батарейка села. Просто вы, когда подключаетесь, тоже готовьтесь, да? То есть, чтобы у вас не отвлекали, желательно. Осель, добрый вечер. Вот, чтобы не отвлекались, чтобы телефон был заряжен. Или вот как-то сеть была рядом, чтобы вы могли... Чтобы вы могли поставить этот телефон, чтобы он вас не отвлекал, да? Ну, то есть, чтобы не надо было руку держать там. Вот. Поэтому такое. От этих процедур... Я тоже хочу... Отвечайте, пожалуйста. Отвечайте на что это вы? Вот, поэтому... Вот так. Здравствуйте. В январе будете принимать вам... Я принимать буду, да. В январе. Единственное, я пока даты не знаю, потому что, возможно... Оля, привет. Возможно, мы, если получится, куда-нибудь улетим, надеюсь. И руки-киси немеют немного, подошло и началось. Кузина, я бы вам рекомендовал, не в эфир выйти или прийти, потому что, когда руки немеют, это... Лечение, это не совсем это лечение, я бы не называл это лечение просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Жар-де-Рада. Салтанат. А? Салтанат меня зовут, Салтанат. А, Салтанат? Угу. Ага. Вы из какого города? Из Актьюбе. Из Актьюбе, а, классно. В Актьюбе нахожусь. А с чем хотите поработать? Ну, не знаю. Запрос какой-то есть? У меня вопрос. В принципе, просто, не знаю, позвонила, интересно стало, думала. Смотрела прямые эфиры, хотела попробовать. Так, таково. А ну давайте. Запроса такого нету готового. Ну, даже не подумала, что-то не приготовилась. Сейчас я приболела чуть-чуть, у меня грипп чуть-чуть, поэтому больничный. Тем более, полезно будет. Общаюсь. Так, у меня нёплия рот не имеет. Вы, в общем, там у кого-то, это сияет, я помню, там этот, а вы подышите ещё. Давайте с вами тогда подышим тоже. Хорошо, давайте. Если включим, то вы только телефон подставьте, чтобы руки не отвлекали, чтобы вы не напрягали. Ага. Ну, чё, да, что мне чуть-чуть тяжеловато дышать. Глубоко дышите. Ага. Через рот выдох. Это глубже дышите. Вот так, ага. Я буду разговаривать, а вы дышите просто, ладно, пока? Так. У меня руки не имеются, дружите. Руки ком. Донары – это хорошо, дышите тоже глубоко. Сейчас поработаем, посмотрим. Давайте ещё глубоко дышим. Вот так. Дышим. мне тоже не тоже тяжело дышать и начинаю что-то переживать и тревожиться успокаиваться не надо просто подышите и поплачьте еще вдох может о чем-нибудь грустном подумать чтобы поплакать нет не надо нет спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня дети спят, я смотрю, если начну плакать, я просто точно скажу, что я ссорхусь. Насколько будет эфир, я не знаю, у нас идет час. Полностью. Сколько времени сейчас прошло, я не знаю. Еще глубже дышите. У вас что происходит в теле? В теле? Так. Ничего. Самое удивительное, что мне легко дышать, только что я не могла дышать, потому что у меня простуда, все заложено. А сейчас мне удивительно легко. И до этого я тоже на ваших классах пыталась тоже дышать. У меня подружки, получается, рассказали про вас, я зашла на прямой. Я смотрела девочке дышать, я тоже пыталась. Ну так тяжело, устаешь потом, бросаешь. А здесь я сейчас вот дышу абсолютно спокойно. Ну, слава богу. Вот через тюрьму спокойно. Это же самое удивительное. Дышится, все открылось у меня. Слава богу. Можешь что-нибудь в семье рассказать? Я не знаю, если хотите, можете поговорить, конечно. Но то, что я, я не знаю, я... Вам бы написать сочинение, как вы видите себя через 10 лет, там с мужчиной, какой мужчина будет рядом. Мужчина мой. У вас сразу так по больному влез. Мужчина мой. Сегодня его нет у дома. Надеюсь, нормально же, здоров будет. Нет, нет. Теперь смотри, почему я так говорю, потому что правая нога сейчас, где вот эта стопа, немножко там напряжение. Это... Это не вижу себя с мужчиной в будущем, да? То есть... У меня мужчину с будущим я не вижу. Да. То есть тебе надо моделировать свое будущее, где вы живете, как вы живете. Я замужем, да. Что вы делаете, да? Ага. Я замужем, у меня двое детей. Вот. Детки взрослые у меня. С мужем мы уже давно живем, уже больше 18 лет. Вот. Теперь нарисуй картинку, как вы будете жить через 10 лет. Через 10 лет? Так. Дочка уже будет, наверное, замужем, уедет. Скорее всего. Сыну будет 22. Мы будем с ним одни. Он у меня чуть-чуть такой противный. Он... Ага. И что-то когда не хочет, Наверное, начнет мне мозги съедать. Нас не ехать. А я буду кокосы так же пахать. Ну, честно, ну, не знаю так. Наверное, так будет. Хотя я подумываю о третьем. Но чувствую, что мой муж не любитель детей, не хочет он. Поэтому... Зачем рожать, когда... Поэтому смотри, тебе надо написать. Ты должна написать точнение. Как ты видишь, как у тебя будет хорошо. Наколько будет хорошо. И ты смоделируешь, что вы делаете, как вы путешествуете, как вы живете, что у детей. Но тебе надо написать и придумать, как ты будешь с ним вдвоем. Угу. Понимаешь? Я так понимаю, что мужчина и женщина, мы друг другу потихоньку мозг друг другу делаем, да? Вначале женщина, потом мужик, потом опять женщина. В общем, и поэтому, когда твоя очередь настает, тебе как-то не хочется. Да, я в основном уступаю. В основном уступаю ему. Потому что, ну как, нас учили, мы женщины, мы должны уступать мужчине. Потом, чтобы сохранить брак, чтобы дети росли в полной семье, мы все идем на уступки мужчинам. Поэтому приходится приходится на многие вещи так глаза закрывать, многое что-то прощать и жить. я работаю, в принципе, на работе вроде ничего, нормально, у меня сейчас бизнес открываю. там, в принципе, там уже от моего умения, от моего, как говорится, ну я, в принципе, уверена, я трудоголик, поэтому у меня все там должно получиться, а с мужем не заставляет работать, заставляет постоянно работать, и я, например, хочу, как другие женщины нормальные, сидеть дома, чтобы он меня обеспечивал, рожать людей, ходить, ходить там, ну, я дома, конечно, домохозяйка, наверное, вряд ли уже стану, но хотя бы там, на курсы какие-нибудь, там, на фитнес, там, для себя так вот, с девочками выходить. Так, можешь этим заняться. Ты этими сейчас можешь заняться. Так, еще одна подвисла. Так. Слишком что? Говорю, даже, говорю, посмотришь, говорю, даже слишком хорошо. Бывает еще лучше. Да, бывает, я согласна, да. Всегда еще лучше. Можно найти. А так, а муж у меня чуть-чуть, ну, все мужчины так, чуть-чуть противненькие, что сейчас, как говорится. В общем, вы этот, вы напишите сочинение, как вы будете через 10 лет, потому что, ага, чуть-чуть подыши. Так, там кто еще? Донара. Донара, в общем, дышите глубже, потому что протез пошел и, ну, в общем-то, хорошо, что руки не имеют, дрожжи руки нет. А вы дышите, нет ни капельницы. Закрывай глаза. Сейчас губы вдох. Даной мы с вами завершим сегодня, в любом случае, но, пожалуйста, понаблюдайте до эфира, чуть позже я вас этот... Так, Игорь, мне в последнее время, когда нервничает, у меня руки трясутся, это из-за чего? Это из-за того, что нужно невроз свой выпускать. Что у вас эмоциональное перенапряжение. Морячо. Я думаю, наверное, я все время такая сильная, мне, наверное, иногда хочется быть слабой. Ну, не совсем такой слабой, но иногда, чтобы рядом кто-то посильнее был. А так, все время вся ответственность на мне, все время такое напряжение, потому что я все должна, я должна поработать, я должна это сделать, то сделать, по дому сделать, с теми уладить, и все время вот этот весь грудь, вкус просто ответственности. По вам как-то не видно, что вам это как-то мешает, что вас напрягает как-то. Ну, нет, мне нравится, я сама активная. Это же, скажите, лучше, да, это же лучше, чем так просто депрессиват сидеть, или как там мамашки сидят дома там совсем. Я, конечно, им тоже не завидую совсем. Ну, по крайней мере, у них рядом есть кто-то сильный, такая опора. У меня муж неплохой, он тоже сильный, там красивый, внешность, все, но вот он, он чуть-чуть слабоватый на характер, слабее, чем я. Он может, таких потрясений, я его все время должна успокаивать, все время ему внушать, там уверенность, все время, ну, над ним работать. Иногда так думаешь, думаешь, зачем оно мне надо? я и одна могу обойтись. У меня есть дети, которые, в принципе, я не могу так. Он не зарабатывает, да, муж? Нет, зарабатывает, он зарабатывает чуть меньше, чем я, но зарабатывает, да, стабильно ходит на работу. Ну, хорошо. Если бы не зарабатывали, то как бы выбросили бы. Все бы давно. Это что? А ты знаешь, что если я работаю врач, то он будет дорабатывать столько же, сколько вы дорабатываете вдвоем сейчас? О, я ему этот вопрос поднимала, говорю, может, ты будешь больше зарабатывать? Он говорит, Салат, я что, говорит, пойду грабить, что ли? Ну, он у меня в органах работает, получается, от милиции, на окладе. И он говорит, мне же, говорит, теперь не идти, не грабить же остается. Я же не могу, говорит, мне там осталось чуть-чуть до пенсии, чем-то заниматься, не разрешает, или еще что-то. Он на окладе. Ну, я не скажу, у него плохой оклад. Сами знаете, там они хорошо, тем более, он должность не последняя занимает у него. Хорошо. Этот, как говорится, платит наш. То есть, мы налогоплательщики платим им хорошо. Вот. Поэтому, в принципе, что-то жаловаться. Ну, и чем-то дополнительно он не может просто в связи со своей работой. Нет, все, его уже все забыли. Он, он там в структуре, он не сможет по-другому никак шевелить. По-другому я это понимаю, поэтому я не давлю никак на него, не это. Простите, до этого писала, мне стало плохо, и прям прополоскала. Я начала очень громко смеяться. Это нормально, это хорошо. Я вас поздравляю, вы прям проработались круто. Левая почка болит, левая почка, это женский страх. Это не про вас сейчас, ты выдышите. Тоже терморуб, терморуб и нервы тоже дышите. Добрый вечер. Все глубже. Руки затекают, или о том, что я в позе такой, локтевой, или чё-то. Сиди, пожалуйста. Все мои подружки от вас без ума. Я просто на вас тоже, да, подсела. Они так много рассказывали, мне просто любопытно стало. Женское любопытство. Одна девочка к вам ездила, говорит, вообще супер. Одна хотела попасть, а попала я к вам. Хотя бы так. Я в феврале приеду, по-моему, в Октябрьск. Поэтому приходите на тренинг. Да, вот, приезжайте. Можно будет встретиться. Мы запишемся. Если бы вы ещё предсказывали наперёд, что будет с нами. Сочинение писать, да, надо? Это можно смоделировать, поэтому, говорю, лучше пиши. У меня здесь напряжение во лбу. Вот здесь вот. Напряжение. Где вот третий глаз? Хорошо. Ага, напряжение вот здесь вот. На выдохе. У меня уже 36, я, наверное, родить не смогу. Продолжение следует... Мне кажется, простуда прошла, если я так хорошо чувствую. Мой нос открылся. Да, хорошо. Сегодня на больничном АТО. Мой нос. Моя нос. А если здесь напряжение, это нормально? Где? Это хорошо. Продолжение следует... На самом деле у всех парадные блоки выходят, в основном выходят слезами. Смеются те люди, которые пошли, знаете, у которых сильные такие хохотушки бывают, да, девочки? Им там в детстве сказали, допустим, не смейся, нельзя дышать, нельзя смеяться, да? И они этот смех, они зажимают в себя внутри, и из-за этого потом, когда с ними работаешь, у них это прорывается. Я, кстати, хохотушка. Была. Сейчас чуть подышать, ржать будешь. Наверное. Потом мне говорили, нельзя много смеяться, а то буду считать что-то несерьезное. Подыши, подыши сейчас. Мне по роду деятельности нужно быть серьезной. Это ты себе так придумала? Да. Мне она просто постоянно ржать тоже, все так несерьезно будут относиться. Мало того, что девушка симпатичная, я в мужской организации, то есть мужская у меня профессия. Там одни мужчины, если я буду ржать, они и так ищут во мне слабинку все время. опа, там тоже кто-то говорит, рыдай, плачь, говорит, пожалуйста, не плачется. Я сегодня кино смотрела, чуть-чуть всплакнула, наверное, весь резерв ушел. Когда фильм какой-нибудь посмотришь же, плаксивы там, кому-то жалко так. Видно, чуть-чуть, ну у меня сегодня больничная, пошла на работу. Показ посмотрела, всплакнула чуть-чуть. Видно, у меня уже все там, все внутренние эмоции. Ты отвлекаешься просто по этому? Да. Дыши глубже. Давай еще попробуем чуть этот. Если сковырнет, то сковырнет. Если нет, тогда в отюберскую ряду, потом надавлю куда-нибудь. спина почему болит? Спина болит из-за двух причин, это секс и деньги. Либо избыток, либо нехватка. У моего мужа спина болит. Это основная проблема в глубине. Вот. Это, видишь, это либо нагрузка высокая, либо нехватка секса, ну и денег. У мужа? Поэтому обрати внимание, его надо чпухать почаще. Насчет секса, пословиции, насчет денег не знаю. Все карточки у него. Желательно 2-3 раза в день. Дыши глубоко. Если спина болит, значит ты чпухаешь. Я его тогда вышлю тухал поискать. Хорошая ты жена, слушай. Тухал она его отправит. Ты тут весь инстаграм сейчас на дыбу встанет. Ага. У нас уже один раз такая история была. Просто он мне уже изменял, но получается, я его ловила. И не раз. И у нас сейчас такие отношения, может, 20 лет, я же говорю, уже живем. Приходит, даже мне рассказывает. Я в бассейн сегодня у меня пошел, говорит, там девочку увидел, говорит, у меня встала. Говорю, ну пошел. Говорит, типа, вот ты виновата. Говорит, я же не виновата, что я болею, или там еще что-нибудь, или устаю на рамках. У нас уже до такой степени доходит. Или там придет там. Ну я там пошел, понравилось. Она мне взяла, говорит, не дала, говорит, отшила, говорит. Я говорю, ну блин, правильно, как будто нужно. Начинаем так уже, у нас такое вот, как более дружеское. Потому что мы уже все прошли за 20 лет. И измены, и вошни, и все видела. Поэтому я как-то уже так отношусь. Ты все равно его чуточишь. Но у нас одно и дед. Дети не смотрят. Можно от 18 и старше говорить на тему. дети не смотрят. Продолжение следует...